Как рисовать контур стен сложной формы? Смотрю на это здание и вижу, что оно симметрично относительно центра этой оси. Нарисую асимметрии. Сначала нарисую линию длиной на все здание, от одного торца до другого. И потом сделаю асимметрии посредине этой линии. Если я навожу на линию, то я вижу засечку ровно в середине линии. Беру, вытаскиваю направляющие сбоку, тащу на засечку, вот ось симметрии здания. Нарисую один эркер, потом его дублирую. Выбираю инструмент стена. Смотрю вариант построения. Прямоугольник мне не подходит. Убираю второй вариант, от нас за другой, и начинаю строить. Начинаю строить стену, ориентируясь на линии привязки. Видите, вот появляется линия под 45 градусов. Веду вдоль нее. Продолжаю горизонтально, ориентируясь тоже на линию привязки. И дальше веду под 45 обратно. Видите, здесь линия привязки не срабатывает. Я хочу привязаться к этой точке. Поэтому можно провести дальше или ближе, а потом линию удлинить. Смотрите, я завожу дальше, щелкаю еще раз, заканчиваю построение. Теперь выделяю вот эту стену. Инструмент-указатель, щелкаю. Выделяется вся группа. Временно разгруппироваю. И еще раз выделяю эту стену. А теперь я довожу ее вот до края этой стены, до конца. Для этого использую инструмент базировать. Вот этот инструмент. И провожу линию, горизонтальную линию, по этому углу. Смотрите, веду линию. Неважно, докуда, эта стенка укорачивается. Смотрите, линии привязки здесь не сработали. Сейчас покажу, когда они бы сработали. Если я строю что-то похожее, ну вот такое, и веду стенку под 45. У меня срабатывает пересечение. Видите? В горизонтали. И под 45. Поэтому я ничего здесь не укорачивал, не удлинял. А вот если я рисую уже такое, то, к сожалению, линии привязки не срабатывают здесь. У меня вот эта линия, она на автомате не ставится. Поэтому мне пришлось сделать стенку подлиннее, а потом просто укоротить с помощью базирования. Это удаляю. Убирается одна стенка из группы. Отрубаю временную скопировку. Удаляю всю группу. Выделяю эту группу. И копирую. Выделил. Правой кнопкой мыши. Изменить расположение. Переместить копию. Перемещаю копию эркера. Ориентируюсь опять же на направляющую линию. Вернее, линию привяз. Горизонтальную линию. Примерно вот так. Копию переместил. Теперь дорисую стены в оставшемся контуре. Инструмент стена уже выбран. Сейчас сбрасываю выделение. Потому что пока у меня что-то выбрано, я не могу строить ничего нового. Жму или просто в пустом месте, левой кнопкой, или клавишу Escape. Не важно. Все, выделение сбросилось. Теперь дострою вот этот участок. Строится не с той стороны стена. Зеркалью. Теперь у нас строится внутрь, а не наружу от здания. И опять же, по направляющим линиям, не по линиям привязки, я строю строго, вертикально и горизонтально. Вот дошел до IC-симметрии. Щелкаю еще раз здесь закончил. И дорисую две отдельных стенки между аркерами. Выбираю вариант строения отдельная стена. Щелкаю. Опять же, перекидываю стену внутрь, снаружи этой кнопкой. И последняя стенка. Выделяю. Заложу. Готово. Теперь выделяю все вот эти стены. У меня кроме них ничего нет здесь в файле, поэтому я могу быстро выбрать стены. Инструмент стена зажат. Иду в редактор. Выбрать все стены. Могу также сделать из них группу. Чтобы потом не выделять поодиночке, иду в редактор, группирование, группировать. Теперь изеркалью копию вот этой части здания. Стены выбраны. Щелкаю правой кнопкой мыши. Изменить расположение зеркальное отражение копии. И введу линию вдоль оси симметрии. Вертикальную линию. Готово. Контур здания готов. Если есть дугообразный элемент. Полукруглый или просто дуга. То можно сделать ее сразу или потом. Убираю вариант построения стены вот такой. И начинаю строить контур. Опять же, у меня не в ту сторону ориентации. Я разворачиваю зеркально. И строю. Тут здание развернуто немного. Ладно. Вращать не буду. Видите, у меня направляющая сейчас ведет передней привязкой. Ведется и вертикально, и вдоль вот этой стены, которая немного не вертикальна. Можно привязываться к вертикали, а можно к этой стенке. Довел. Продолжаем. Здесь я хочу сделать сразу дугу. Поэтому у меня плавающая панель. Она все время, пока я строю кондру здания, у меня есть плавающая панель. Она может быть в любом месте. Она скачет. И можно перемещать самому. Для этого навожу мышку вот сюда, на ее левую часть. Курсор меняет форму на стрелке. И таскаю панель, куда мне удобно. Здесь выбираю вариант построения дуги по трем точкам. Мне сейчас вот этот вариант подходит. Щелкаю во второй точке. Первая вот уже есть. И щелкаю в третьей точке. Еще раз щелкаю здесь. Заканчиваю. И продолжаю линию прямую. Прямая. И последняя. Видите, она под 90 градусов. Вот к этой стене. Линия привязки тоже срабатывает. Закончил. Теперь сделаю прямой участок стены дугой. Для этого выделяют кусок стены. Выделяется опять вся группа. Поэтому временно разгруппироваю. Забрасываю выделение Escape. Переживаю левой кнопкой мыши в пустом месте. Опять выделяю кусок стены. Щелкаю на линии. Вот на этой толстой синей линии. Открывается опять плавающая панель. Выбираю вторую кнопку. И создаю дугу из прямой линии. Если у здания есть скос. Можно нарисовать его сразу. Тут все понятно. Выбираю инструмент стена. Вариант такой. Одно за другой. Сегментированное. И строю. Требентируюсь на линии привязки. Горизонталь. Под 45. Вертикаль. И так далее. Отменю это. И нарисую сначала без скоса. А потом его сделаю. Введу стену горизонтально. Хочу довести до этой вертикальной линии. Когда я отвожу от горизонтали. Линии привязки уже не срабатывают. Поэтому, что у меня стена рисовалась горизонтально все время. Я зажимаю shift. И могу отводить курсор. На любое расстояние от этой линии. Она рисуется все равно только горизонтально. Пока я shift держу, не отпуская. Линия горизонтальна. Довожу до этой линии стены. И достраиваю вертикальную стенку. Заканчиваю. Теперь, чтобы сделать скос. Во-первых, мне нужно узнать размер этого скоса. От угла до сюда. Или до сюда. Могу поставить размер, но быстрее будет сделать это с помощью линий. Выбираю стены от линии. И от угла до сюда у меня 2,3 метра примерно. 2,2 метра. Хорошо. Запомнил. 2,2 метра. Выбираю обе стенки. И здесь нажимаю вот на этот инструмент. Скруглить, соединить. Ввожу 2,2 метра. Вариант не скруглить, а сделать скос. То есть соединить. Выбираю. Окей. Скос готов. Если корпуса здания не перпендикулярны. Как вот этот корпус и вот этот. Для начала выделяю планшет или планшеты, на которых находится здание. И поворачиваю, чтобы один корпус был строго горизонтальный или вертикальный. Выбрал. Второй кнопкой мыши. Изменить расположение. Повернуть. Повернул, чтобы этот корпус был горизонтальный. Щелкаю на его углу. Потом на втором углу. Теперь веду мышь до горизонтали. Ориентируясь на линию привязки, вот она появляется. И третий щелчок на ней. Развернул. Теперь я иду на план этажа. С листа деталь топосъемка. Если у меня ничего не видно, во-первых, смотрю, включен ли фон. Фон был выключен, поэтому включаю фон. И масштабирую все на размер экрана. Этой кнопкой или два раза колесиком больше. Начинаю рисовать стены того корпуса, который строго горизонтально или вертикально. Выбираю инструмент стена. Вариант здесь правильный, сегментированный. Начинаю строить контур. У меня расположение в другую сторону. Наружу от линии, а не внутрь. Поэтому жму на эту кнопку. Все, пошло внутрь. Строю стены. Эта часть здания готова. Теперь я поворачиваю вид. То есть не объекты, а сам вид. Все, что видно вот здесь. Весь экран. Для этого выбираю вот здесь кнопку «Настрой и ориентацию». И поверну теперь вот эту линию, сделав ее горизонтально и вертикально. Точно так же щелкаю на углу линии. Или в любом другом месте линии, неважно. Где-то еще на этой линии. Веду мышц до горизонтали. Вижу линию привязки. Щелкаю третий раз. Все, весь вид повернулся. Это постемка, которую мы видим фоном, в качестве фоновой ссылки. И стены. Опять выбираю инструмент «Стена». И достраиваю эту часть. Чтобы эти ориентации не в ту сторону. Нажму кнопку «Стена». Нажму кнопку «Стена». И все верно. Здесь такая ниша. Я ее построю полностью. Лидние препятствия срабатывают. Пересечение. И заканчиваю. Как сделать такие криволинейные стены? Я сначала проанализирую. Логично, что центр вот этой вот стены, этой окружности, будет на пересечении этой стены и этой стены. Найдем этот центр. Для этого создаем направляющие линии. Вытаскиваем направляющие сверху. И тащу до этой стены. И до этой. Если я тащу направляющую горизонтальную или вертикальную, неважно. И навожу на что-то, какой-то объект. Направляющая повторяет форму этого объекта. Видите? Она встала из вертикальной, параллельной вот этой стене. Все. Теперь у нас есть центр построения. И мы выбираем вариант построения. Вот такой. По центру и радиусу. Выбираю. Щелкаю в центре. В точке пересечения направляющих линий. И веду дугу. Опять у нас привязка не по сторону. Жму на эту кнопку. Довожу до угла. И веду вот до сюда. У нас здесь такой выгроз. Я делать пока не буду. Зато покажу одну вещь. Довел дугу до направляющей. Челку мышкой. Готово. И теперь я пересеку эту и эту стены. Дело, чтобы показать вам инструмент пересечения. Только для этого. Сначала удалю две стенки. Где выгроз. Уберяется вся группа. Поэтому я временно разгруппироваю. Жму Escape. Выделение слетает. Нажимаю Shift. Уделяю две стенки. И удаляю. А вот теперь пересеку вот эту и эту стенки. Выделяю со Shift. Потом одну, вторую. И жму кнопку пересечь. Вот это. Все. Стены пересеклись. Теперь дострою вот эту дугу. Опять сбрасываю выделение. Щелкаю Escape. Или левой кнопкой мыши в любом пустом месте. Все. Выделение сбросилось. Опять стена. Вариант построения. Центр и радиус. Щелкаю в пересечении направляющих. Струю дугу. Сюда. И до сюда. Видите, тут направляющей линии нет уже. Ориентироваться тяжеловато. Поэтому я могу довести или не довести. Неважно. Стенку. Потом их пересечем. Пускай будет пока так. Выделяю со Shift. Две стенки. И жму пересечь. Готово.